Актуальная рабочая профессия за короткий срок. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» 1 сентября в республике откроются два образовательно-производственных центра. Сейчас активно идут работы по ремонту и модернизации площадок. С ходом реализации проекта ознакомился глава региона Олег Николаев. Какие перемены ждут межрегиональный центр компетенций Чебоксарский электромеханический колледж в нашем репортаже? Пока здесь тусклые стены и нет современного оборудования. Но уже в новом учебном году колледж существенно преобразится. Значит, закупаем сейчас пять полуавтоматов. Полуавтоматы ставим? Электрическую? Да, электрические полуавтоматы. Вот. Это один и тот же кабинет. Но это вот на эскизах так должно выглядеть. И мы стремимся к этому. И на пневмоэлектрическом оборудовании тоже будут оборудованы системы. Проект «Профессионалитет» поможет старшеклассникам в будущем стать высококвалифицированными специалистами на ведущих предприятиях региона. Без участия работодателя обеспечить сегодня должный квалификационный состав преподавательского корпуса очень сложно. Только взаимное проникновение действующего бизнеса в учебный процесс и наоборот взаимное учебных площадок, прежде всего в части производственных составляющих, производственных процесс по наипростейшим переделам, сможет нам позволить готовить максимально высококвалифицированных специалистов, а самое главное – обеспечить выполнение всех требуемых компонентов в данной работе. Кроме того, для успешной реализации проекта Минобразование Чувашии и Союзмашиностроителей России подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Центры разместятся в двух образовательных учреждениях республики – в Канажском транспортно-энергетическом техникуме и Чебоксарском электромеханическом колледже. Парсоналитет нам поможет материально обеспечить новые учебно-производственные площадки. С 1 июня начать приемную комиссию именно по машиностроительной отрасли, повысить количество абитуриентов на 750 человек. Обучение студентов по отраслям топливно-энергетический комплекс и машиностроение в республике начнется уже с 1 сентября этого года.